Более подробно о том, какие специалисты обследуют сельчан и каким заболеваниям чаще всего подвержены сельские жители, вы узнаете в программе «Постскриптум». Гость студии сегодня – директор поликлиники номер 4 города Тимиртау Аргын Бедайбаев. Смотрите программу сегодня в 20.30 и 22.30 с повтором завтра в 13.30. Первое место за хоровое исполнение и игру на фортепиано заняли ученики Карганзинской музыкальной школы номер 2. Республиканский конкурс среди одаренной молодежи состоялся в Павлодаре. С победителями встретилась наш корреспондент Любовь Мертенкевич. Петь как савави умеют ученики музыкальной школы номер 2. Хор Елены Корнауховой это подтвердил на республиканском конкурсе, который состоялся в Павлодаре. Девчонки исполнили шесть произведений, в том числе классические. Трудность была, что были достойные соперники. Но мы смогли собраться силами. Карагандинцы очаровали жюри своими голосовыми данными и костюмами, за что им было присуждено гран-при. До этого конкурса этим же составом девчонки выступали на местном уровне и всегда становились лучшими. В Павлодаре им пришлось состязаться с 16 коллективами. Конкурс этого уровня не предполагает поездки дальше. Мы можем сами выходить уже на международный уровень. На этом же конкурсе свою талантливую игру на фортепиано продемонстрировал Аристан Мира. Для девятилетнего мальчика это было первое выступление на таком уровне. Когда я вышел, я сначала помолился и потом начал только играть. Я успокоился и у меня душа начала петь. Я вышел и уверенно сыграл. Всего в конкурсе приняли участие от Караганды 8 солистов и 1 хор. Практически все домой привезли награды.